До окончания режима самоизоляции остается две недели, половина пути уже пройдена. О том, как химчане переживают карантин, расскажет моя коллега Нина Бережная. Спасибо, Алена. Да, действительно, сейчас все химки находятся на самоизоляции, люди выходят из своих квартир в случае, если им необходимо выгуливать собаку, сходить в аптеку или же купить домой продуктов. Правда, стоит отметить и то, что продукты на дом могут принести, как правило, волонтеры и добровольцы носят продуктовые корзины ветеранам или же многодетным семьям. И вот нам сегодня удалось пообщаться с мамой одной из многодетных семей, проживающих в химках. Анна, здравствуйте. Спасибо большое за то, что согласились с нами пообщаться. Расскажите, пожалуйста, сколько у вас детей? У меня пять детей. Старшему Ивану 14 лет, он учится в 8 классе. Второму ребенку Владимиру 9 лет, он учится во 2 классе. Третьему ребенку 7 лет, он учится в 1 классе. И двое детей ходят в детский сад. 4 года и 2 года. Скажите, пожалуйста, когда вы получили продуктовые наборы и какие продукты в них были? Вкусняшек хватит надолго. А вот других продуктов хватит или на неделю, или некоторых дня на три. Семья большая. Но все равно это существенная мера поддержки для семьи. Аня, расскажите нам о добровольцах, которые приносили вам эти продуктовые наборы, о волонтерах. Как они выглядели, как вели себя, соблюдали ли они все вот эти необходимые меры предосторожности сегодняшние? Люди, которые принесли продуктовый набор, были одеты в маску. У них были на руках перчатки. Они соблюдали социальную дистанцию. Внесли, поставили, отошли. Ну и мы соблюдали дистанцию. Ну и вообще расскажите нам, как проходит ваша самоизоляция? Чем вы занимаетесь? Как скрашиваете свои будни? Моя семья полностью соблюдает социальную изоляцию. У меня пятеро детей. У меня мама, у которой неблагополучный букет. Это сахарная диабет, гипертония. Поэтому мы ее бережем. На улицу мы не выходим. Выходили несколько раз за продуктами. Покупали хлеб, молоко. Ну и первым делом, когда закончится карантин, что сделаете вы с вашими детьми? Когда закончится изоляция, я думаю, мы первым делом пойдем гулять. Пойдем гулять в парк или поедем в лес, или уедем к родителям на дачу куда-нибудь далеко и на свежий воздух. Спасибо большое, Анна, за то, что уделили нам время. Мы желаем вам оставаться здоровыми.